Около 198 тысяч югорчан приняли участие в предварительном голосовании «Единой России». Отмечу, это единственная партия, которая использует такой механизм. Избирательные участки в муниципалитетах 30 мая посетили более 115 тысяч жителей округа. В онлайн-формате свои воли изъявления выразили свыше 80 тысяч граждан. В Югре на 365 мандатов выдвинулись более 1100 человек. Каждый из них провел активную предвыборную кампанию. Процедура проходила максимально открыто. На счетных участках находились наблюдатели от кандидатов. Таким образом, можно утверждать, что итоги выборов стопроцентно легитимны. Добавлю, окончательные итоги предварительного голосования подведут в начале июня. Я принял решение прийти традиционно на избирательный участок и отдать свой голос до тех кандидатов, которые считают, что они более чем другие принесут пользу для развития нашего Белоярского, Югры и нашей страны в целом. Я думаю, что замечательно, что партия «Единая Россия» выбрала именно такую модель голосования, потому что голосование в режиме онлайн позволяет большему количеству избирателей сделать достойный выбор из представленных кандидатов. То есть, есть возможность заранее ознакомиться с биографией, с программами кандидатов. Газификацию Кандинского района Газификацию Кандинского района Соглашение о снабжении региона ресурсом с «Газпромом». Наталья Комарова отметила также, что в Нефтьюганске строится газопровод, который будет поставлять сырье сразу нескольким муниципалитетам округа. На данный момент уровень обеспечения населенных пунктов Югры природным и попутным газом более 82%. Это значительно выше среднероссийского, отмечает окружной департамент общественных и внешних связей. Очень важно оперативно отрабатывать моменты с газификацией, потому что, как вы правильно сказали, ресурс здесь есть, и очень важно, чтобы люди видели, что они к этому ресурсу имеют доступ. Особенно, что касается Кандинского района и то, что вы сказали про проработку со Свердловской области. Давайте отдельный контроль возьмем этот вопрос, потому что в дорожной карте, которую мы составляли, подразумевается именно реализация синергетических эффектов, чтобы можно было минимизировать затраты, которые понесутся на проведение этой работы. И давайте мы с Свердловским регионом тоже вместе это отработаем. Я даже попрошу, раз штаб создан, может быть, мы тогда одним из первых пунктов и отфиксируем, собственно говоря, в вашем штабе и в штабе Свердловской области отработку этого вопроса совместно с единым оператором газификации, потому что это очевидный пример, который хорошо потиражирует на другие регионы. Субтитры создавал DimaTorzok Подписали план мероприятий к соглашению о сотрудничестве. Стороны договорились об укреплении экономических, торговых, научно-технологических и культурных связей. Еще? Да, решили. Губернатор Югры Наталья Комарова и глава Республики Крым Сергей Аксенов на площадке экономического форума в Санкт-Петербурге подписали план мероприятий к соглашению о сотрудничестве. Стороны договорились об укреплении экономических, торговых, научно-технологических и культурных связей. Республика Крым выразила готовность участвовать в проектах нашего региона. К ним относятся IT-форум, Югратур, а также экологическая акция «Спасти и сохранить». А резиденты Югорского технопарка смогут принять участие в экспозиции российских товаропроизводителей «Росэкспо Крым». Стороны также договорились о сотрудничестве в сферах медицинского туризма, труда и занятости, а также инвестиций. Крым как курортный регион заинтересован, чтобы наши граждане отдыхали. Я уверен, что Ахан-Мансийский автономный округ заинтересован, чтобы жители тоже имели возможность получить в других условиях, более теплых, наверное, тоже релакс, отдых, как хотите, то есть реабилитацию на самом деле. Ну, то, что товарные группы и другие возможности, на самом деле есть чему поучиться. Спасибо Ахан-Мансийскому, спасибо огромное. Это личные отношения, я думаю, как раз продвинут наши регионы вперед. Будем учиться друг у друга. Ско процентов. Да. Я хочу заметить, что действительно для нас востребована та основная компетенция Республики Крыма, о которой вы сказали чуть выше. И мы заинтересованы в том, чтобы в Республике все в этом смысле удавалось. Ханты-Мансийск ждет слет социальных предпринимателей регионов Урала. Мероприятие «Социодрайв» пройдет 25 и 26 июня. Приедут представители некоммерческих организаций, органов власти и структур по поддержке бизнеса. В программе слета тематические блоки по социальным трендам, брендам, драйверам. Состоятся тренинги, бизнес-игры, мастер-классы и форсайт-сессии для развития и усиления потенциала проектов. Участники узнают о лучших практиках предпринимательства, направленных на решение социально значимых проблем, информирует сайт правительства Югры. Совсем скоро для жителей и гостей Нижневартовского района появится новый вид экотуризма. На базе «Славянское подворье» вблизи Излучинска готовят к открытию первый в Югре глэмпинг. Это комфортные обустроенные палатки, по системе «Все включено». Сейчас специалисты приступили к завершающему этапу установки и обустройству глэмов. Первая комфортная палатка уже установлена. Вскоре сотрудники займутся ее внутренним и внешним обустройством. В изготовлении такой палатки используются специальные обработанные материалы, которые не пропускают влагу. Всего на территории базы отдыха установят три глэма. Палатки будут отличаться размерами и количеством спальных мест. Глэмпинг подразумевает еще и возможность находиться на природе не только в палатке. То есть около глэмпинга, около палатки организуется зона, где можно посидеть за столиком, отдохнуть, разжечь огонь, пожарить шашлык. Это все дело освещаться будет электрическим освещением, будет подведено электричество, будет подаваться водоснабжение. Мы предполагаем обустроить внутреннее пространство мебелью, кроватями, тумбочками, вешалками. То есть такими простыми бытовыми предметами, которые создадут уют и удобство для наших гостей. То есть это такой отдых на природе, но мы переносим домашнюю обстановку в эти палатки. Летние пришкольные лагеря готовы принимать детей. Приемная комиссия, в состав которой входят представители управления образования, городской больницы, спортивного комитета. Решили удостовериться, что все идет по плану. Комиссия побывала в школах, доме детского творчества, в учреждениях культуры и спорта. Во втором корпусе восьмой школы тихо, как никогда. Учебный год закончен, педагоги готовятся к приему летней смены. Каждый день в стране волшебников. Именно так назван лагерь в этом году будет тематическим. Набрано 125 детей, желающих очень много. Есть резерв на случай, если кто-то откажется. Небольшая проблема была с набором штата. Мы обращались и в группы, в соцсети. Перед тем, как юные туристы прибудут в страну волшебников, представители надзорных ведомств управления образования, медики, пожарные должны проверить стопку документов и убедиться, что у каждого педагога пройден сан-минимум по гигиеническому обучению. Все, кто задействован в детской оздоровительной компании, прошли инструктаж. Конечно, главный вопрос, на который обращают внимание члены комиссии, это соблюдение комплексной безопасности, включая и антитеррористическую защищенность, и обеспечение санитарно-эпидемиологического режима, то есть вопросы организации питания, охрана организации медицинского обеспечения. Особое внимание было уделено исправности и работоспособности систем противопожарной защиты, автоматическая пожарная сигнализация и система управления эвакуацией людей. Также особое внимание было уделено состоянию путей эвакуации. В пищеблоке тоже все оказалось в полном порядке. Повара уже разработали меню и знают, чем будут кормить своих юных гостей. Трехразовое питание исключительно полезное, уверяют они. Третьего числа выходим на санитарный, еще раз все обработается, где-то что-то. Какие вкусняшки? Фрукты будут, выпечка будет хорошая. Так что, блюдо от шеф-повара. Да у нас все от шеф-повара идет. И первое, и второе, и каша, и запеканки, и пудинги. Да, обязательно, обязательно. Там все обсчитано, все калории, все витамины. Замечания от межведомственной комиссии принимающие стороны не получили, так как их не нашлось. Акты приемки подписаны. В ближайший четверг заработает первый лагерь на базе первой школы. Всего планируются три смены. Для начала ребят будут принимать самые большие лагеря, вместимостью 125 человек. Что касается времяпровождения, без любимых развлечений ребята не останутся, обещают в управлении образования. Детей ждет посещение аквапарка, океанариума, музея, библиотеки. В общем, будет весело. Юлиана Сотник, Николай Горкуша. Специально для новостей. Футболки, шорты, солнцезащитные, крема и непременно шлепанцы с купальниками. В больших чемоданах все самое необходимое для отдыха на море. Больше ста нижневартовских ребят отправились на отдых. Самолет перенесет их в Краснодарский край. Лагерь «Шахтинский текстильщик». В этот лагерь я веду первый раз. Я ездил уже в разные лагеря. Я думаю, что там будет так же весело, как и в остальных лагерях. Может быть, даже намного веселее. Контракт на организацию отдыха и оздоровления детей в оздоровительном учреждении «Шахтинский текстильщик» заключен еще в минувшем году. Общее количество закупленных путевок – 220. На данный момент подготовлена конкурсная документация на приобретение дополнительных 520 путевок. В лагере будет организована интересная программа. В лагере имеется бассейн, в котором дети будут отдыхать, загорать, если вдруг нам на море что-то не позволит пойти. Планируется, что на море дети будут выходить не менее двух раз в день, это с утра и после обеда. Будет работать педотряд. Будут проводиться очень интересные лагерные мероприятия, отрядные мероприятия. Мы думаем, что отдых детей у нас будет безопасным. И всем детям понравится. Мы выбрали надежные проверенные направления. Это Краснодарский край. Максимальное количество путевок мы закупаем именно туда, для того, чтобы обеспечить возможность детям отдохнуть у моря. И здесь имеется основная задача именно оздоровления детей. Также Тюменская область – наше постоянное направление. Вот по этим двумасным направлениям будут выезжать дети в иные субъекты. Конкурсная документация на организацию отдыха и оздоровления детей в Тюменской области В процессе подготовки планируется охватить 90 детей. Всего же в бюджете города на летний отдых и оздоровление детей предусмотрено более 144 миллионов рублей. Ровно половина этих денег пойдет на выездной отдых. В период оздоровительной кампании за пределами города отдохнут более 700 детей. Анна Лобанова, Ирик Абдулганиев, телеканал «Самотлор». После длительного перерыва, связанного с коронавирусными ограничениями, гордость советского района детский оздоровительный лагерь «Окуневские зори» вновь открыл свои двери для ребят. С 1 июня для 77 мальчишек и девчонок в лагере стартовала художественно-эстетическая смена. В 2020 году лагерь не мог принимать детей из-за коронавируса, а потому использовался как база для огнеборцев, прибывших на тушение лесных пожаров, а затем как изолятор для выписанных из больницы ковидных пациентов. И вот, наконец, после всех необходимых обработок и приготовлений, «Окуневские зори» вновь принимают на летний отдых и оздоровление ребят советского района. С 1 июня по 21 июня проводится художественно-эстетическая смена, где детей ознакомят с искусством, различным искусством. Это рисование, это лепка, это малые формы архитектуры. К данной смене привлечены педагоги с дополнительным образованием. На сегодняшний день по требованию Роспотребнадзора лагерь заполнен только на 75%. Действует и ряд других ограничений. Технический персонал работает в масках и перчатках. Все массовые мероприятия проводятся исключительно на улице. Запрещены визиты на территорию родителей. И даже при необходимости передать детям какие-то вещи, их оставляют на проходной. И только после соответствующей обработки посылка передается ребенку. Персонал лагеря полностью весь прошли обследование, ПЦР-тесты. Сдали мы на новую коронавирусную инфекцию. До этого мы провакцинировались практически в 90% количестве от 100, если считать. А также есть такие люди, которые уже переболели, имеют справки на руках о наличии антител. Однако все эти тонкости мало волнуют ребят. Сейчас они знакомятся с новыми друзьями, изучают обширную территорию лагеря и уже приступили к первым занятиям в рамках художественно-эстетической смены. Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем рисовать ежика, но с помощью необычных материалов. Мы будем использовать с вами вилку. Кстати, среди ребят, участников художественно-эстетической смены, немало тех, кто бывал в Окуневских зорях и прежде. Например, Дима Синявин в свои 12 лет уже пять раз приезжал в этот лагерь и своими глазами наблюдал, как преображается и обустраивается его территория. Когда я первый раз приехал сюда, здесь не было площадок, стадиона, но всегда было много людей. Мы дружили, бегали, прыгали. Ну а эта смена, первые впечатления какие? Мне понравился первый день. Мы бегали на стадионе, играли в мяч, в баскетбол, пенербол. Сейчас мы рисуем. В конце июня, когда среднесуточная температура воздуха установится на отметке не ниже плюс 10 градусов, в Окуневских зорях прямо на берегу живописного озера откроется и традиционный палаточный лагерь. На сегодняшний день полным ходом ведутся работы по его возведению. Максим Красный, Александр Ахрамович, телеканал «Первый советский» специально для телекомпании «Югра». Отдел ЗАГС администрации Советского района перешел на обычный режим работы. Теперь посетить дворец бракосочетания можно без предварительной записи. А на регистрации брака отменены некоторые ограничения. Но защитный протокол действует. Для молодоженов день бракосочетания важный и волнительный. Больше года из-за пандемии коронавируса регистрация брака проходила без гостей и фотографа. Сегодня на торжество допускается не более 15 человек с учетом фотографа и сотрудников ЗАГСа. На свадьбе Антона и Натальи присутствовали не все приглашенные. Некоторые ожидают молодоженов возле ЗАГСа. Но самые главные и самые важные гости – родители – были рядом. Просто отлично. Мы вообще прям благодарны девочкам, всему коллективу ЗАГСа, что было все так тепло, уютно, красиво и вообще шикарно, здорово. По-прежнему главным атрибутом свадебного дня остаются маски и перчатки. Перед входом в зал обязательная термометрия и дезинфекция рук. Также важно соблюдать социальную дистанцию. В случае выявления повышенной температуры сотрудники ЗАГСа изолируют гостя в отдельное помещение. Мы должны произвести определенные мероприятия по изолированию данного гостя в отдельном помещении, сопровождение его в медицинскую организацию специализированным транспортом. И округи лиц, которые, возможно, контактировали с данным лицом, необходимо сообщить в управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу Югры. После каждой свадебной церемонии в торжественном зале проводят дезинфекцию и проветривают помещение. Ведь самый значимый день для молодоженов ничто не должно омрачать. Мероприятие такого масштаба в Нягоне прошло впервые. На одной площадке собралось рекордное количество заказчиков и исполнителей свадебных услуг. Выставка позволила представителям этой сферы продемонстрировать свой профессионализм, легкость и чувство юмора в работе, умение общаться с клиентом, а именно понять, развить и осуществить все пожелания заказчика, а клиентам, посетителям выставки увидеть, оценить и выбрать лучшие из услуг. Порядка 60 участников – это представители ивент-индустрии, порядка 80 участников – это юбиляры, невесты, молодожены и порядка 30 партнеров у нас заявились. Ну вот, ну, около 200 человек сегодня присутствуют на этой площадке. Олег и Александр – будущие молодожены. Свою свадьбу планируют в июле. На выставку пришли, чтобы узнать главные свадебные тенденции – продегустировать торты, увидеть показ свадебных платьев, узнать о регистрации брака. Да, выбор, в принципе, есть. Очень большое количество ведущих, большое количество фотографов, также организаторов, в принципе, свадьбы, и в том числе и оформления. Свадебный переполох для участников выставки – это возможность предложить свои услуги будущим молодоженам. Одни для этого подготовили портфолио, другие устроили настоящий мастер-класс. Мы можем предоставить услуги для невест, которые преобразят их, украсят. Ну и частичку своего сияния мы вложим в их праздник. Розыгрыш сертификатов от партнеров стал приятным бонусом выставки. Большой вклад в организацию свадебного переполоха внесла Нягонская торгово-промышленная палата. В итоге остались довольны не только будущие молодожены, которые воспользовались шансом сделать день свадьбы незабываемым, но и специалисты. Они обеспечили себя заказами на предстоящий сезон, установили новые контакты для сотрудничества, а также познакомились с новинками свадебной индустрии. Продолжается прием заявок на гранты губернатора Югры для физических лиц. Конкурс призван поддержать востребованные социальные инициативы жителей округа. На реализацию проектов можно получить почти 300 тысяч рублей. Претендентами могут быть граждане России от 14 и старше, живущие на территории нашего региона. Активистам предлагается заявить свои проекты в 17 направлениях. Защита прав и свобод человека, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, международная деятельность, охрана окружающей среды и так далее. Прием идей продлится до 31 октября. До этой даты, раз в месяц, экспертный совет будет определять победителей. Добавлю заявки на конкурс, нужно оставлять на сайте grandgubernaтора.rf За инициативу деньги в итоге спортзал под открытым небом и детский игровой городок. В Югорске, в микрорайоне частной застройки Снегири установили яркую функциональную игровую площадку и тренажерный комплекс на средства субсидий администрации города, а также гранта губернатора Югры. Мы любим нашу площадку! Детская площадка в микрорайоне Снегири теперь центр притяжения всех близлежащих домов. Поиграть, потренироваться сюда идут дети, подростки и взрослые. Круто, что появилась эта площадка, здесь хорошие качели, горка и курсели. Детей в районе много и они играли, где только не играли. И на дороге, и тут у нас есть заброшенные участки, и там играли. Было небезопасно, да? Да, было небезопасно и очень хорошо, что у нас теперь есть площадка новая. Детский комплекс и уличные тренажеры – первое реальное детище территориального общественного самоуправления Снегири. Пока этот ТОС единственный в Югорске. Объединение было официально зарегистрировано в прошлом году. Жильцы сразу заявились на получение гранта губернатора Югры для физических лиц, выиграли в конкурсе. Прошло буквально полгода и проект воплощен в жизнь. Организовав ТОС, у нас появилась возможность участвовать не только в каких-то маленьких субсидиях, но мы можем принимать участие в больших грантовых конкурсах, как грант губернатора, грант президента. Мы приобрели площадку за счет средств в субсидии администрации города Югорска в рамках инициативного бюджетирования. То есть нам администрация выделила средства на приобретение площадки, а мы, жители микрорайона, за счет собственных средств ее обустроили, поставили, привели в порядок земельный участок. Второй грант, который мы выиграли, это грант губернатора. За счет этих средств мы приобрели тренажерный комплекс. Официальное открытие площадки пройдет на фестивале «Добрые соседи». Кстати, это еще один проект ТОС «Снегири», который будет реализован на средства субсидии. У настоящих хозяев планов громадью от создания кинотеатра на свежем воздухе до коммерческих предложений. В списке дел и насущные проблемы. Дороги, озеленение, установка видеонаблюдения. Воплотить свою идею может каждый югорчанин. Прием заявок на сайте грант губернатора РФ. Продлится до 31 октября. Ася Шафикова, Артем Крюков, Югорск ТВ. Конный клуб в Белоярском распахнул свои двери. На днях здесь прошло официальное открытие. «Северный ветер» подготовил большой праздник для гостей от мала до велика. Гостей в конном клубе встречают радушно. Тут для них организованы детские развлечения, ярмарка, фотозона и общение с главными виновниками торжества – лошадками. Для желающих руководитель клуба провела экскурсию по конюшне. В их числе и глава района Сергей Маненков. «Намного прятнее. Я когда-то в эту детскую жил рядом с конюшней, там другая была конюшня». Всего три месяца назад здесь был пустующий склад. В короткие сроки завершился ремонт и обустройство территории. Конный клуб уже принимает детей на реабилитацию. Планируемый охват – 80 человек. «Открытие нового направления работы организации станет ярким событием в истории Белоярского района и всего нашего региона. Опыт работы коллектива «Лого плюс» заслуживает глубокого уважения, так как социализация и реабилитация играют важную роль в жизни детей с инвалидностью». Сергей Маненков преподнёс подарок клубу сертификат на 50 тысяч рублей. Глава территории высоко оценил работу, проделанную командой. «Екатерина, мы вас поздравляем, вас, вашу семью, ваших коллег и, самое главное, родителей, детей, у которых сегодня будет уникально возможно заниматься ипотерапией». В этот день не оставили без внимания главных труженьков – лошадей. Для них подготовили праздничный торт. А гостям предложили, загадав желание повесить на дерево счастливую подкову. «Давайте вместе. Давай. Нет, это надо вешать. Вешать. Давай вот сюда. Вот сюда. Давайте вместе. Я в дерево желания. Я хочу сонника. Я буду бывать сонника». Завершением мероприятия стало шоу «Мыльных пузырей». Всего за месяц работы конного клуба «Северный ветер» его посетили сотни людей. Сегодня здесь с детьми и взрослыми занимаются ипотерапией и обучают верховой езде. Работает пониклуб «Ветерок», где дети учатся ухаживать за маленькими лошадками. Пенсионеры Ханты-Мансийска покажут, как они ориентируются во всемирной паутине. Городские соревнования по интернет-серфингу пройдут в середине июня в рамках международного IT-форума. Этот турнир – победитель конкурса инициативного бюджетирования. Участники состязаний будут пользоваться порталом госуслуги, шопиться в интернете, искать авиабилеты и гостиницы. Сёрфить помогут студенты-волонтёры. Также для пенсионеров проведут лекции о защите от дистанционных мошенников. Победителей турнира ждут ценные призы. Сайт администрации Ханты-Мансийска информирует о том, что в связи с коронавирусными ограничениями интернет-сёрфинг будет проходить с соблюдением противоэпидемических требований по предварительной регистрации. Добавлю, заявки на участие принимаются до 15 июня. На работу пешком. Под таким девизом живут в эти дни врачи Ниагонской городской поликлиники. Они решили отказаться от автомобилей в пользу прогулок и провести профилактическую акцию. Таким образом пропагандируют здоровый образ жизни. Нахождение на свежем воздухе исключает риски профессионального выгорания, считают врачи. У них большая загруженность и длительные приёмы пациентов. Полезный физкульт пятиминутки на рабочем месте. Медики рекомендуют комплекс из нескольких упражнений, в которых задействуются все группы мышц. В Пионерском продолжают озеленять территорию. В этом году посёлок отмечает 60-летие и потому проводятся различные мероприятия в честь этого события. Теперь жители радуются Вишнёвому саду. Это совместная инициатива администрации Пионерского и Центра услуг. В посёлке считают, что это замечательный памятный объект. Отмечают помощь местных предпринимателей. Намерены ухаживать за саженцами. В дальнейших планах благоустройство территорий, близлежащих домов и больницы. Нам помог предприниматель Саяпов Радик, Узуркевич Ильшат. Нам помог Черепанов Николай. Вот это всё предоставление техники, грунта. Но и у нас ещё большая акция в рамках праздного юбилея. А зеленим посёлок Пионерский. Мы посадили саженцев, несколько тысяч бархатцев. Вот они у нас будут в сквере перпроходцев, на площади Дома культуры, в наших вазонах, которые в посёлке есть. И, конечно, мы постараемся на газонах посадить. Вот это ещё работа на начало июня. Продолжение следует...